Ииии всем привет друзья, с вами снова я от СПОГЕЙМЕР. И что ж, у нас сегодня с вами ребята, Sonic X, The Spirits of Hell. Мы продолжаем играть в данную игрушку. Играть игрушку. Что ж, Найтмэр, куда ж без этого, черт повери. И у нас сегодня Соло Эггман, которого я считаю самым сложным. Хотя многие оказывается считают Соло Наклз самым сложным. И это при том, что я играю с адекватным управлением. Ну, с помощью программы AutoHealth. Кому надо, я могу скинуть скрипт. Вот. Который я сам же написал. Ну, я об этом первой серии вроде как говорил. Потому что я не могу, извините уж, играть через задницу. Да. Я управляю, как в оригинальных Sonic играх. И тут нужно будет брать нам жизни. Потому что Эггман невероятно багован. Я хочу вам показать даже эти баги. Специально поздыхаю в некоторых местах. И это будет прикольно. Как всегда, всё проходим, истории не вырезая. Эй, Соник, ты тут? Да, в этом месте пусто. Пусто. Странно. В соответствии с этим, там должно быть... Подожди секунду, я что-то вижу. Осторожней, Соник. Это может быть... Ты очень волнуешься, Тейлс. Я уверен, что это просто... Эй, Соник, ты там? Мне нужно удостовериться, что Соник в порядке. Это тело подойдёт. Но я не смогу долго в нём находиться, пока я не способен использовать его полную мощь. Мне просто нужно больше душ, гораздо больше. Я знаю, с кого мне начать. Отлично, Соник снова забил гол. Три жертвы сейчас в беде. И выживут они или нет, зависит от тебя. Что ж, сдохнем как-нибудь по-новому. Как бы тут сдохнуть? Тут есть Соник на пальме? Хочу умереть за Тейлса. Осуждаю. Вау, это место прекрасное. Я не удивлён, что Сонику нравится это место. Средоточа, Тейлс, он должен быть где-то тут. Подписывайтесь, кстати, кто новенький. Или кто давно меня смотрит, но забыл. Мёртвые животные? Что тут произошло? Я должен найти Соника как можно быстрее. Показалось. А тут есть ещё Соник на пальме? Есть. Все становятся хуже и хуже. Что если я следующий? Может, я должен вернуться и... Нет, Тейлс, ты должен быть смелым. Мне кажется, я кого-то вижу вдалеке. У нас есть способ умереть. И что будет? Ты дожил меня, молодчина. Хе-хе. Да, мы быстренько умираем. Спидерон. Что ж, Наклс. Бегин. Тейлс отправил мне сообщение про Соника. Я надеюсь, он в порядке. Тусть, кстати, ошибка. Соник отправил. Я должен исследовать это странное место. Ну что ж, поехали. Это будет весело. You can't run. Ну что ж. Без черных колец. Бежим. Вперед. Почему Эггман локация самая сложная? Нет, не потому что она сложная. Она примерно наравне с Наклсом. Тот самый уровень. Дальше уровни все легкие. Там даже бесконечные жизни можно фармить. На втором уровне после Эггмана. Не в Хайден Павас. После Хайден Павас. Вот. Там это чертова херня. В принципе, сам Эггман баганый. А там еще и уровень этот баганый. Где нужно четвероточие. Нашел тебя. Четвероточие уровень. Вот. Так, как мы умрем за Наклсом в этот раз? Это... Это кровь. Это был Соник. Если это действительно работа Соника, я должен найти Тейлса. Давайте в этот раз умрем с неправильным выбором. То есть... Это просто иллюзия. Вот. Давайте умрем. А если так умрем, то похер. В принципе. Умрем, умрем, умрем. Замечательно. Черт побери. Ты стюпид идиот. Интересно, меня могло зажать? Всегда было интересно. Надо было, блин, сейчас проверить. Нам нужно умереть. А я типа буду проходить уровень. Чтоб показать вам разнообразие. Еп. Еп. У меня нет страха. Умру так умру. Короче, я хочу пройти полностью от тура и выбрать не тот вариант. Я ж в прошлый раз за Тейлс так сделал. Ну чтоб разнообразие вам было. Господа мои дорогие. А щет. Конечева. Фрикен рэн. Отлично. Гуд джаб, комрад. Чё сегодня со мной такое? Вроде бы... Не употребляю же. Хе-хе. Сначала думал, стоит ли завуалировать как-то это дело. Наркотики, короче. Все равно нет монетизации. Какая разница? Два переключателя. И какой же мне нажать? Грин баттон. Нас просто убьет, но я хотел вам показать. Кстати, я на расслабонях как-то прошел все это дело. Да. Но не мог я. Так много душ для игр. Так мало времени. Ты согласен. Странно, что это все дело не озвучивается. Эггман самый поломанный. Из-за него даже лава селект поломанный. Если выбрать Эггмана, то какого-то хрена остальные персонажи тоже спасаются. Причем если выбрать других персонажей, все автоматически умирают. Это очень странная хрень. Эггман самый богованный. Он застревает в этих, а еще и второй уровень, где... Этот стлуп и Ёш у меня в базе... РОБОТЫ! Найдите это недоразумение. Вы трое следуйте за мной. Хм. А, этот сломанный гейкпак. У меня нет выбора. Надо воспользоваться им. Ну что ж, поехали. Бейз. Тейлс Долл, возьми из-за братхаус и лети как озеро. Держись подальше от Соника. Да, доктор. Ёс, 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 ёс. Куда же без отсылок? Тот уровень я недолго тренил, но... Ну как, недолго. Я с честной попытки бродяя не застревал. То, знаете, никаких проблем у меня не было. Видите, как я уже научился. Скилл не пропьешь. А я не пью. Так что скилла у меня много. Но когда я болтаю, скилл уменьшается на 25%. Когда? Меня заставляют читать диалоги во время того, как я... Че я только что сказал. Соник? Короче, когда я читаю диалоги, одновременно, когда идет геймплей, тут будет такой момент. У меня уменьшается скилл на 50%. Бейз. Какого хрена я вазу... Мне кто-нибудь объяснит, почему я вазу у глаза спалнился? Окей, я потерял секунды. Ну, я стал скиловее. Намного. После того дерьма, что я прошел. What the fuck, man? Ну, я не ожидал. Черт побери, серьезно? Вы видели этот баг? Я просто полетел не в ту сторону, хотя я зажимал вперед. Ой, вверх. А знаете почему? А все потому, что прекрасная-прекрасная игра меня послала нахер. Да. А знаете, почему игра послала меня нахер? А потому, что он просто застрял чуть-чуть в текстурке. Он постоянно это нахер делает. Хм, видите, как я научился. Ну да. Нас просто убивают. Что ж, перепройдем на правом. Простите меня. Что ж, I'm here again. Хе-хе. Я тут снова. Замечательно. Я удивляюсь этим багом. Ну что ж. Знаете, как говорится, ошейник-раба всегда легче, нежели доспехи воина. И не встря на все баги, я пройду это дерьмо. Поняли? Учитесь. Соник, попал сюда как-то. Вам нужно особое приглашение? Идите. Сейчас. Нет. Я не могу рисковать азаться один. Если он вас уничтожит. Хм. Scratch and Gonder. Scratch, Gonder. Уничтожьте Соника. Metal Sonic, за мной. Не встря на все баги, я пройду это дерьмо. Ненавижу. Просто ужасно. Ужасно. Ммм. Чувин наушник. Чуть не выпал. Все меня подводит. Все меня хочет уничтожить. Ах, ты пытаешься играть со мной, доктор? Я вырву твое бьющееся сердце из твоего безжизненного тела. Сосоник, Метал Соник, в атаку! Сайонаре. Соник, И, Экс, И. Ох, сейчас я вам покажу багов. Но тут я не буду показывать багов, потому что тут такие баги бывают. Определенный шипел, который у вас тебя крашит игру. У тебя вас, а нихера себе я сказал. Черт побери. Где я? Мне нужно найти выход с этой пещеры. Мне уже страшно. Ужасная локация, самая сложная, и сложная она не только из-за того, что она сложная, еще потому что баги. Так бы она наравне с Наккалзом для меня была. Ой-ой-ой, Эггман может застрять даже в полу. Застревает он полу именно в платформах, которые осыпаются потом. Ну, вы понимаете, да? Найс коллизе. Хе. Масфака. Изи говорят. Не смешите меня. Вот тут вот вниз и спадаете, игра кажется. Ну, вообще, там умираете, но весело, чисто. Ну, нормально. Тут есть несколько проходов. Можно идти по низу, можно по верху, по низу. Сложней, так что в следующий раз я вам покажу, когда будем проходить напарную, может быть, концовку. Что ж, ждем перезарядки щита. Герой щита. хе-хе. Оу, ноу. Так. Эй, шикарно. Пожалуйста, не застрянь нигде. Ниг. Осуждаю. Хе-хе. Даже в таких моментах я умудряюсь шутить. Добавно. Ну, что ж, ждем. Нас никто не торопит. Пшшш. Я пока что, может быть, а, ну да, наушник перепутал. Вот он у меня испадает. Я чуть не забыл поставить сейчас щит. Кусок идиота. Благо, что автоматически как-то в мои руки это сделали. Частенько такое бывает. Я называю это шизофрения. Нехорошо дело, знаете. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Увы, но я должен это сделать. Что ж. Да, и, кстати, вы можете умереть два раза, когда нажимаете континью. Нет, я выжил. Короче, иногда вас спавнит локация под локацией. Ой, тьфу ты, вашего персонажа под локацией. И вы умираете или в сонике прям. То есть, ну, нормально, да? После континью. Я уж тестил, уж поверьте. Я знаю. Черт побери, какое дерьмо, а? Давайте уже быстренько спидраним. Все это дело. И нормально. Вот сейчас же хорошо иду, не застревая, ничего. Да я там просто затупил. Хотел скоротать время, знаете. Ну что ж, у меня одна попытка. И следующая локация. Тут есть хорошие локации по типу Соник в туты, которые можно проходить с первого раза. А чур, так нормальные игры и строятся, прикиньте. Даже в сложных играх и ретро-играх можно пройти их с первого раза. Каких-либо уровней. Тут же назову что-нибудь. Тот же Солонаклс первая локация, она адекватная. Вы можете там пройти, даже не зная, что вас ждет. И также следующая локация за Эггмана, которую сейчас я вам покажу, если пройду это дерьмо. А я пройду это дерьмо. Три попытки. Четыре, пять, шесть, десять. Но я пройду это. Я не уверен, есть ли там газы. Есть. Давайте тут прям. Отлично. В этот раз я не ошибусь. Отлично. Ну что ж, кусок придурка, поехали. Ты не умер? Если хочешь что-то сделать правильно, надо сделать это самому, наверное. Лично твоя судьба все еще в моих руках, дорогой Эгггуман. Доктор Эггман. Отлично. Я чуть не умер. Гигантское кольцо у меня нет выбора. Это мой единственный выход. Прикиньте, я проходил это без скрипта своего, который меняет управление. Кому интересно, то вот он. Да. Ну, программа AutoHotK. Там, создаете блокнот и вписываете это. Воу, время заблаговалось. Видите? Скрытый дворец? Я помню это место. Я пытался украсть мастер-измрот тогда. Хм-хм. Кстати, это прикольный локация. Тут хоть и умереть нельзя, но вот эта стена сложнее всем игры. Хе-хе, все игры. Тут какой тайминг жесткий. Ой, жесткий. А, ну, да. Нужно прямо под эту, под писечку. Чет. Главное, стенки не забаговаться. Идите вы нахер, а? Я ненавижу эту стенку. Я не знаю, как это люди делают. Ну, может, залететь нужно прямо вот полноценно со скоростью, да? Не. А, я в стенке застрял. Агент, кстати. Опять в стенке застрял, который нет. Какого черта? Во! Это кошмар, я ненавижу эти застревания. Ну, тут вроде как умереть нельзя, так что, в принципе, с переходом на адекватниче как-нибудь мы это пройдем. Свитчи будет? Ну, переключатель. Хм. Короче, следующая локация тоже адекватная, она проходится с первого раза. Прикиньте. автор все-таки может когда хочет, черт побери. Так, тут надо поймать платформу. А, вот она она. Но я отправляюсь нахер. Прикольно вообще, что кто не знает, а вы ознакомитесь с бета-версиями прототипами Sonic A2, там была эта локация, потом она подекачевала во вторую эту, но огромное уважение разработчику за дань уважения игре Sonic 2 бета. Прототайп, он же. Огромный респект. То есть, использованный задний фон и так далее, все из данной игры, ну, игры, уровня. Что, свитч, нажат. Оу, окей. в принципе, все окей. Я чуть не умер, когда я смеялся, но да ладно. Я думал, что у меня нос отвалится. щет, это куда? Это куда? Я не уверен, там можно умереть или нет. Стоять. Я даже нахер пробовать не хочу. Я никогда туда не падал. Свитч нажат. А, тут так можно. А так можно было, да? Все? Проведено? А, точно. Извиняюсь. Точно, точно. Вертикальные стены. Я, по-моему, застрял. А, нет. Окей. По-моему, в определенных стенах ты застреваешь, да? Оу, сверху залетел. Накос не тут. Поэтому я воспользуюсь мастером изумрудом. Чтобы телепортироваться в базу. У меня там роботы, значит, Соник меня там не достанет. Да и она довольно высокая. Хм? Что происходит? Ему ведь не нужно черное кольцо, да? Короче, следующий уровень, разработчик просто молодец. Ой-ой-ой. Во-первых, там можно игру крашнуть. Во-вторых, там можно... Значит, Соник был захвачен каким-то демоном. Там можно бесконечную жизнь собирать. Да, серьезно. Ну, мне нужны мои механизмы. Воздушной базе... Мастер изумруд, перемести меня к воздушной базе, пожалуйста. Ну, хоть кто-то вежливый к мастеру изумруду. Это самая высока база в мобиусе. Этот демон меня тут никогда не достанет. Угу. Так-так-так, злодей выжил, а два героя мертвы. Мне кажется, этой истории нужно положить конец. Я могу тебе помочь. С моей помощи ты можешь стать королем мира. Ну, ты и так сможешь мне помочь своей смертью. Не понял? А где брать кольцо за Эггмана? Интересно. А вот и черное кольцо. Оно прямо на первой акации. Хотя в 2018 году, когда я проходил, мне казалось, что оно нахер не нужно тут. Ну, за Эггмана. Может, я бы эту какую проходил? Хрен его знает, но я точно помню, что я кольцо не собирал. Хм, окей. Почему бы бошку себе не пропилить, да? А вот кстати жизнь. Никто и монитор очень странно берется. Вы его можете просто взять. Две жизни. И музыка прикольная, вроде бы как из Мегамена. Че знакомое нахер. Даже колечко нам дают. Какой заботливый автор и какой заботливый уровень после всего того дерьма, которое случалось раньше. Такое ощущение, как будто бы это делали несколько людей, эти уровни. Нет такой инфы ни у кого, нет? Потому что одни уровни честные, другие вас заставляют страдать. Три жизни, я сейчас могу умереть и собрать уже четыре. Нахер это сделано? Да хрен его знает. Давай, давай, давай. полетели. Тут вроде платформа. Отлично. И смотрите, что будет, кстати, если умереть в состоянии, когда вы находитесь с джетпаком. я могу управлять. Видели? Охренеть, да? И игра зависает. Прикольно? Я думаю, замечательно. Давайте-ка поговорим о чем бы с вами поговорить. Давайте-ка поговорим о том, какого хрена так происходит. Знаете, почему? Это не проблема дышка, нет. Может, в этом я разбираюсь. Просто кое-кто привык, что персонажи умирают мгновенно. Просто нахер. Сразу берут и умирают от тех же шипов. А тут у Эггмана даже такая штука прикольная. Анимация называется, да? Такая вот прикольная задница Эггмана тоже. Когда вы умираете, то вы подскакиваете от пропасти, да? Стоило просто сделать моментальную смерть, и этого бы бага не было. И зависания, скорее всего, тоже не было. Иногда, кстати, игра не зависает. Это зависит от того, как далеко вы прошли на этом уровне. Серьезно, я тестил. Интересно же было, какое дерьмо меня тут поджидает. Ну, просто серьезно. Как будто бы разные люди делали уровни. Короче, вы висите в анимации, игра думает, что вы все еще не умерли, потому что нужно было отключить управление в этот момент игроку. И тогда было все отлично. Нет, я могу умереть позже времени, которое мне запланировано. Потрясает, а так уровень не сложный. Какая жесть, да? Я прошел. Отлично. У меня как-то за кадром помню, игра зависла в этом моменте. Прикольно, да? И начинается жопа, нужно затыкивать С. Плюс тут есть прикольные моменты, когда нельзя спастись, прикиньте. Нельзя спастись. Бывает такие тут моменты прикольные. Ну, не этот момент, другой. Вот этот, да, тут можно спастись, а дальше все, вы должны умирать. Можно уничтожить Соника до его, блин. Атаки, короче, веселья хватает в этой игре, черт побери. Как-то просто так делать можно было. Ну, извините меня, безалаберно. Уж Bullet Hell я могу. Это дерьмо я пройду. Это время для моей финальной атаки. Я его уничтожаю до финальной атаки. Вот так вот. Ну, короче, там ничего интересного, там просто шары падали. Интересно, можно бы, надо бы как-нибудь протестить мне за кадром. Можно ли не умирать и просто держаться до бесконечности там? Или будет секретная концовка? Мобиус порабощен, но я смогу стать героем, да, героем, который всех спасет, который станет известен во всем мире. Время доктору работ, доктору Эггману, сиять! Что ж, раза три я перепроходил это дерьмо. Яре, яре, да, зе, что я могу сказать, да? Ошейник, Рабайн стал выбирать, я выбрал тяжелые доспехи воина, ведь они тяжелей, но честней. С честью прошел это дерьмо невероятное, просто столько багов, ни за одного другого нет персонажа, и, блин, зависание от определенных шипов на первой локации за Эггмана, и зависание для управления анимацией смерти, потому что кое-кто не прописал, блин, не прописал, чтобы управление у игрока просто убиралось, то есть, чтобы вы понимали, если вы там просто умрете, у вас игра не зависнет, но если вы задержите анимацию смерти, подлетите этим телом Эггмана, блин, например, до середины уровня, то игра переклинивает, и к херам собачьим вас выкидывает, да, люблю я искать баги, потому что знаю, как работают игры, и вот я нашел кое-что, прикольно, да? но это я нашел чисто случайно, это другие случаи, когда я находил, например, за Наклзе, я вот прям подозревал, как можно получить какое-нибудь дерьмо, застрять по локации, а в итоге получил бессмертие, веселье замечательное, зайка год, нахер, вот ты тестил, вот ты падал, а если ты меня смотришь в комментариях, напиши, потому что я не знаю, я что единственный, кто баги цепляет, what the fuck вообще, ну да, надо было вам показать хотя бы финальную стадию за почему еще некоторые диалоги на английском, и почему они не озвучивают, что за херня вообще происходит в этой игре, мне кто-нибудь объяснит сегодня, и кто выжил в этом ночном кошмаре, уж это точно ночной кошмар, ни один, да,